Итак, большинство проблем у человека в жизни от того, что он разряжен. Больше 50% разводов из-за этого. Давайте я перечислю признаки того, что человек разряжен. Не хватает энергии природы, потому что есть три типа энергии. Есть энергия природы, энергия людей, энергия Бога. Как выглядит человек, которому не хватает энергии природы? Этот человек суетится, у него нет спокойствия в жизни. Он выглядит слабым. Вот, допустим, если вы идете покупать собачку, то есть два типа собачек. Одни, ну, есть породистые, конечно, есть непородистые, там кто-то выбирает. Но есть собачки такие, крепенькие такие, пышненькие такие, активные такие, жизнерадостные. А есть такие утомленные, знаете, такие. Но они обычно не пышные такие, не крепенькие такие, немножко такие. Вот, и все покупают пышненьких таких, крепеньких как бы, и таких. Вот таких, все покупают. Ну, утомленных таких, несчастных, никто не покупает. Вот запомните, вот эти крепенькие, пышненькие собачки. Это собачки, наполненные энергией природы. Ну, это с чем можно сравнить? Яблочко, допустим, взять яблочко, да? Если яблочко такое, не упругое такое, не крепенькое, да, то считается, что оно плохое. То есть, ну, там какие-то у ней вмятины, у него такое. Никто такие яблочки не покупает. Все, когда яблочки, видите, вот такое вот, крепенькое, да? Наполненные энергией природы яблочко. А я не знаю, а если у них есть эти собачки, почему они наполнены или нет? Ну, потому что одни радуются всем, а другие печалью. А, это разнообразно. Да, то есть надо радоваться этому миру. То есть некоторые на природе даже работают, и все равно они больны. Ну, то есть надо природу любить, надо ее... Ну, это целое искусство, понимаете, надо получить опыт, надо постоянно не обращать внимания на деревья, на цветы. Надо радоваться этому миру, радоваться солнцу, радоваться морю, понимаете, радоваться воде. Если ты этому ничего не радуешься, тогда ты не получишь этой энергии, и ты станешь каким человеком? Ты станешь раздражительным, капризным, некрасивым, потому что красота, что такое красота природы? Вот возьмите маленького ребенка, допустим, все его за щечки, хорошенькие, попу все его целуют, он такой, это энергия природы. Поняли, да, это как яблочко крепенько такое, вкусненько такое, упругое, да? Маленький ребеночек, ой, хороший, вот, это энергия природы все, в нем. Бабушке уже меньше энергии природы, она такая, сморщенная такая, меньше энергии природы. Чем старше человек, тем тяжелее ему энергии природы наполняться, есть и бабушки не сморщенные тоже. Они такие, наполненные такие, жизнерадостные, красивые означают. Понимаете, да? Но тут уже надо много сил прилагать. Если ребенок, естественно, любит природу, ему только дай к воде подойти, только подойдет, пойдет, бежит там и радуется. Радуется в воде, ребенок. Бабушка уже не радуется, она смотрит такая на воду, уже не радуется. Но надо себя заставлять. Если она себя заставляет, она тоже становится красивой. Понимаете? Красивый человек означает наполненный природой. Запомнили? То есть он перестает быть раздражительным. Он такой крепенький, упругенький такой человек, румяненький. Да, такой. Наполненный природой. Но человек не может наполниться природой, если он на природу не ходит. Единственная природа у него – это кактус на холодильнике. Вся природа. Ну, если это для тебя такая природа, ты тоже как кактус станешь дальше. Колючками будешь есть такой. Человек наполняется природой. Поэтому нужно движение на природе. Нужно себя заставлять, потому что это переключиться надо. Понимаете? Человек на расходование настроен всегда. Он хочет достигать успеха всегда. Он настроен на расходование. Постоянно куда-то включен какой-то процесс преодоления чего-то. Он теряет, 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 теряет силы. Когда он теряет силы, он становится некрасивым, раздражительным, капризным, чувствительным. Беспокойным. Женщина становится беспокойным. Мужчина становится слабовольным. Это признак нехватки энергии природы. Женщина такая становится беспокойной. Мужчина слабовольным становится. У него волевой импульс теряется. Если мужчина на полной природе, он такой волевой, крепкий. Вот. Вы скажете, почему один мужчина работает на природе и не волевой, не крепкий? А другой волевой, крепкий, хотя не работает на природе. Человек должен любить природу, любить ее. Что значит любить природу? Это значит ее любить. Вот любить прямо. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Грустные сглоти, в поисках ласки, сквозь сильную вечность летят на землю. Грустные сглоти, в поисках ласки, сквозь сильную вечность летят на землю. Грустные сглоти, в поисках ласки, сквозь сильную вечность летят на землю. Я первый раз в жизни увидел такое, что два человека разговаривают одновременно. Обычно один говорит, другой слушает. Итальянцы разговаривают одновременно, я еще руками машу. Означают энергии воды, то есть обмен идет. Очень сильный обмен. Сильная общительность, сильная энергия воды. Люди, естественно, полные, потому что они живут рядом с водой. Вода дает также человеку нежность. Люди, которые живут рядом с морем, у них более нежные лица, чем те, которые живут на континенте. Ласковые люди, нежные. Это энергия моря. Но также могут рядом с морем жить и люди некрасивые, неласковые, ненежные. Это значит, что они не любят море. Не любят. Запомнили? Я точно вам говорю, что это так. Потому что я вижу в человеке, чем он наполнен. Понимаете, наполненность пиццами не дает человеку полноту внутреннюю. Она дает полноту веса. Нужно учиться наполняться чем-то другим еще. Итак, чтобы наполниться природой, надо переключиться. Человек не может себя заставить оторваться от телевизора, оторваться от работы, оторваться от семьи, от детей. Он постоянно занят этим. Он настроен на то, чтобы отдавать энергию. Это называется суета, напряжение. Но человеку нужно научиться переключиться, сказать, «Все, я иду на природу, я бегу, я иду на природе, я двигаюсь, желаю всем счастья, всех люблю». Это трудно сделать сначала. Кажется, что-то я ничем не занимаюсь, как будто я какое-то пустое времяпровождение. Что такое, я как бы, я мог бы уже столько дел переделать сейчас. Чем я сейчас занимаюсь? Он так думает, потому что у него нет знания. Что ты уже истощен. Если не хватает энергии природы, в следующей стадии, после того, что человек портится характер, у него дальше появляются болезни. Если болезни сильно развивает, человек даже работать не может. Его бросают родственники, больной человек никому не нужен. Это значит неправильный образ жизни. Человек до старости может быть здоровым. Не обязательно болеть. Нужно просто себя наполнять. Свежий воздух дает человеку бодрость, концентрацию внимания, хорошую память. Хорошее давление. Свежий воздух дает человеку. Дает человеку крепость мышц, тело, свежий воздух. Энергия воздуха дает человеку крепость, силу. Солнце дает человеку хороший иммунитет, хорошее пищеварение. Дает человеку клеточное пищеварение, хорошую усваиваемость веществ. От солнца это идет. Солнце дает человеку победу над болезнями. Солнце сжигает раковые клетки. Солнце. Если ты его любишь. А если ты его не любишь, то оно увеличивает раковые клетки. То оно ухудшает пищеварение. Оно делает все наоборот. Оно вместо того, чтобы побеждать болезни, оно увеличивает болезни. И поэтому врачи говорят, не ходите на солнце. Ну, то есть, понимаете, к солнцу надо привыкать. Ну, то есть, поэтому лучше сначала двигайся на восходящем солнце. Утром никогда солнце не слишком сильно. Или с головным убором бегай на солнце, допустим, сначала. Потом придет время, ты будешь очень сильно любить солнце. Наполняться им. И тебе не надо будет ни головного убора. И ты будешь иметь очень большой запас себе энергии солнца, который переваривает пищу, убивает микробы, убивает злокачественные опухоли. Дает человеку жизнерадостность. Я не знаю, как по-итальянски, но по-русски радость. Ра означает на древних языках солнце. Дасть означает дарить. Радость означает дарить солнце. Радостный человек означает солнце. Также красота, слово красота. А красота слова от красного, идет от красного цвета. Красота означает красный. Девушка краса. Краса означает красно девица. Красно означает солнечное. Означает наполненное солнцем. Женщина стремится к солнцу по своей природе. Потому что солнце олицетворяет мужское начало. И если женщина любит мужское начало, то есть она любит солнце, это значит, она наполняется солнечным светом, и у нее румяные щечки становятся. Красные щечки. Означает красивая, жизнерадостная. Понимаете, женщина, наполненная солнцем.